это ветер какой-то видишь какой теннис сегодня это я тебе фруктов принес держи это такой на ухал вот эта печка будет вот сюда вовнутрь будет небольшая труба афганский казан сейчас покажу казан ух ты какой красивый да как колокол да ну вам ты знаешь это вообще такая идея приснилась мне ночью короче понял какая-то печка будет это я делаю печку под него она туда вовнутрь станет все понял тут будет труба одеваться сюда съемная такая захотел снял одел вот тебе казанчик ставишь сюда все там готовишь плов шурпу что блять что хочешь класс готовишь дверцу открыл тут дверцы такие будут открываться дрова закидывать и поддувальцы выгребать этот и короче понял слушай здорово уже выглядит здорово я представляю как будет в конце во сне мне привиделось я сделал уже два мангала ну уже их продали этот самый ну я так посмотрел что кое-какие то дедоделки вот как бы не такой не полный набор я так привиделось ночью я вот это решил сделать совсем по другому вот здорово ну не полный вариант конечно будет так как писалось почему потому что боюсь что клиент деньгами не потянет как бы за это переживаю да твоему творчеству нет границ это точно ну вот так вот короче и вот эту печку вот сюда твоим фантазиям я ее вот сюда вот так вставлю вот сюда вовнутрь вот здесь еще будут такие решеточка тут будет красивая сюда вовнутрь эту печку вставлю туда будет труба съемная слушай круто очень вот это на этих мангалах будут столешницы съемные допустим если когда у тебя там мало гостей раз ты вот этот мангал используешь да к примеру вот используешь этот мангал а тут будет такая столешница съемный одел и он служит тебе как столик понял понял а если тебе не надо допустим полностью мангал на эту столешницу положил потом ты тоже используешь как столик вот а этот используешь если допустим там семья там из шести человек допустим или с друзей вот этого мангала вполне хватит ну если конечно такое мясо жарить как да да туда вполне а если допустим большая компания человек 20 придет а вели 15 вот этого ну вот так здорово вообще вот этого мангала на два человека вот так хватит я уже посчитал по мясу вот сегодня я шампура привез парня там попросил вот где там смотри красавцы офигенные троечка пищевая нержавеечка ну я конечно люблю четверочку ну не было четверки ну стройки тоже пойдет пойдет конечно ну такие шампурики будут тут такое мясо жарить одевай вообще четко будет класс ну единственное конечно если бы я где-то был в краснодаре или в вороде же конечно этот мангал бы улетел бы и за 100 тысяч ну а так я не знаю я просто переживаю что этот парень он тут мариупольский сам в магазин как бы по запчастям он тоже за мангалы заговорили я говорю давай я тебе сделаю офигенный мангал и он согласен был оплатить все да ну как бы бы за цену я говорю у меня есть нового хау я говорю его сделаю ты посмотришь а там с едой мы говорим если тебе понравится ты заберешь если нет как бы ну я думаю что ему должно понравится если он слушай если ему не понравится поверь мне мы найдем клиента 100% найдем у меня уже из строительного багазита 5 мангалов заказали я им 2 сделал ну так просто на показну он так переживал я говорю да не переживай мои работы город знает то тебя быстро заберут приезжаю к тебе как то говорит я тебя ищу телефон твой не взял я говорю что где тогда еще 5 мангалов вот так вот я говорю ну я сделаю у меня сейчас заказ есть надо его закончить ну короче приветствуем друзья дорогие друзья всем здрасте крепкого здоровичка в начале ролика я снял для вас 2 печи это делал Демьян работа Демьяна собственноручно но он их уже продал да если друзья кто не верит ну кто не верит потому что есть такие умники по городу там которые которых жрет зависть и они кричат что это я где-то мол купил перекупил или там кто-то мне помогал то я вам советую чтобы не было лишних дурных разговоров вы можете зайти в ютуб набрать кузнец Демьян Сушкин город Мариуполь я там на первых страницах все телевидения города Мариуполя в то время приезжала ко мне в гараж они снимали брали интервью приглашали меня на телевидение МТВ Мариуполя я приходил туда к ним в гости и вы можете все это посмотреть чтобы у ни у кого из вас не было дурных мыслей и сомнений что Демьян это какой-то типа там брехло что типа где-то что-то взял и за свое выдал вы можете все это посмотреть в ютубе там есть несколько роликов где я кую дули где я делаю печку это собственноручно если бы конечно сохранился сайт Мариуполя вы там увидели бы много статей ну не знаю сохранен он не сохранен можно там зайти ну в ютубе мои видео есть и вы можете зайти и все это дело посмотреть чтобы никого не мучили и не грызли дурные мысли ребята если кто-то взял афганский казан себе в использовании предлагаю вам сделать небольшую переделку если есть в доме мужчины если нет обратитесь к минимальному слесарю там и они вам помогут значит в чем была проблема этого афганского казана то есть на лично мое мнение вы конечно можете его проверить на своем опыте и сопоставить с тем что было как он идет от завода и с тем что сделал я во первых что вот это такое никто не знает это клапан который ну показывает что происходит в казане то есть в чем его смысл то есть когда в казане вода закипела этот клапан должен подниматься вверх то есть он должен вот так срабатывать вот так он должен быть то есть когда вода закипела в казане этот клапан должен вот так подниматься и показывать вам что там происходит сильный процесс кипения но Но он у меня не срабатывал никак. Три раза я в нем готовил, ничего не срабатывало. Я не мог понять, в чем дело. Я его разобрал и еще выяснил. Там стоит пружинка внутри, и она не дает ему. Я ее убрал, эту пружинку, убрал, ее снял. И как вода у меня только закипела, или какое блюдо вы там готовите, это клапан раз вверх и поднимается. И вы видите, что процесс приготовления там уже идет в полную. Потом, как пользоваться вот этими двумя клапанами? Это которые выгоняют конденсат и пары. В этих клапанах есть два положения. То есть вот они выглядят, вот и вот. Ну что я сделал? Так как по заводу здесь были очень маленькие отверстия, я их разобрал и вот если видно, вот немножко рассверлил сверлышком на 4. Вот этим сверлышком на 4. Чуть-чуть рассверлил, чтобы пар чуть лучше выходил. И еще в этих клапанах есть два положения. То есть как они работают. Первое положение, это когда блюдо еще не закипело, оно у вас вот закрыто полностью. Как только клапан поднялся вверх, вот этот красненький вверх, он дает знать, что уже там идет полное кипение полным ходом. Вам нужно наполовину вот этот клапан приподнять. То есть вот так он находится в закрытой форме, а вот так в открытой. То есть вот когда он наполовину приоткрытый, отсюда будет идти пар. Когда он полностью вот так закрытый, пар отсюда не выходит. Вы не можете там создать минимальное кипение, потому что для качественно приготовленного блюда нужно, чтобы блюдо мурчало, как говорят настоящие повара. Не кипело там, как дурное, как все думают. Потому что юшка будет мутной и, как правило, будет горькой. А когда оно еле-еле мурчит, томится, тогда блюдо и юшка будет очень вкусной и прозрачной, и она будет сладкая. Поэтому вот когда вам этот красный клапан уже показал, что давление там идет, то есть вот так он выставился вперед, вы приоткрываете наполовину одну, если мало, вторую. И тогда отсюда пойдет пар. И вы таким образом создадите там минимальное томление блюда. Вот это что я хотел вам рассказать. Чтобы кто не знает, чтобы вы понимали для чего. Если полностью закрыто, отсюда пар выходить не будет. Все, вот такие тонкости выявил я по афганскому казану и увидел какие браки лично по моему мнению, как я повар и кузнец, короче, чтобы вы понимали, в чем здесь брак завода. Вот так вот. Все, ребята, всем приятного просмотра. Если что, через Игоря пишите комментарии, пообщаемся на эту тему. Может, я что-то где-то понял. Это личное мое мнение. Хотел спросить у тебя про босса. Как у него дела? Там босса отлично. Ну, как бы, все, раны позаживали. Отлично. У него эти отеки сошли. И после операции были у него страшные отеки. А что за операцию ты делал ему? Ну, отрезали еще было. А, да? Да. Все-таки это цистит? Ну, там все было. Сначала тоже был цистит, а потом у него это в шерсти завелась инфекция. Вот, да. Короче, прокапал я его. Капельницы делали ему. Все, проколол ему уколы антибиотики 6 дней. Ну, это, типа, сказал, пусть дедек погуляет. Вот завтра я ему буду звонить. Он должен завтра приехать, посмотреть. Ну, как бы, такой веселый стал. Все такой игривый. Ну, хорошо. Хорошо, что все хорошо. Да, я, честно говоря, больно это все пережил. Шерсть начала расти у него потихоньку. Хорошо. Как бы, такое дело все. Красавчик босс. Да, шерсть отрастает, видно, на ранах. Там, где были раны. Видишь, тут были у него ямы. Вот уже первые эти пошли у него. Да, вижу, вижу. Зарастает. Шерсть появляется. Да, бусик? А тут у него капельницы делали ему. Бусику. Он любит, чтобы его губы чесали. Класс. Вот что собаке надо, да? Да, бусик? А щетка с подушечкой там внутри? Или жесткая такая? Обычная щетка. А, ну, покажи. Не, без подушечки вижу. Ну, не, есть подушка, а тут такая. Не, не, там нет. Видишь, она жесткая внутри. Машутку оставили. А, все, я понял теперь. Да. Давай, бусик. Одну, дашь. Ложись. Ложись. Давай, давай, держать. Лежать. Давай. Да, зарастает, зарастает. А, вот, вот, а ты видишь? Угу. Видишь? Вон, рамки позарастали. Все. Это все было у него опухшее. Такое вот тут. Вот. Сейчас он нормальный. Да? Вась, медведь, соли ты. Вот это вот провокатор. Молочко. Класс. это домашнее молоко это довольно тишина я ему ничего не залею класс и дружку его да тоже повезло за компанию тузик итак друзья на сегодня будем заканчивать наше видео всем мира и добра счастья и крепкого здоровья до скорой встречи и пока пока